Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Знаешь, что я делал много лет? Одна из его важных частей, что он учил, — астрономия. Это как небо, похожее на то, что мы читаем в Библии. То, что уже произошло, и то, что ожидает нас в будущем. Итак, мне загадка, загадка заранее. Это спрятано в Еврите. Может, вы найдете для этого ответ. Я не знаю ответ. Давайте перейдем к этому. Что мы будем делать? Это очень длинная часть Торы. Я прочитаю эту историю. Может, некоторые уже прочитали. Нормально рассказывают эту историю. Мы напоминаем себя, что находится в этой части Библии. И я подписал некоторые в синем, но я вам все прочитаю. И сказал Господь Авраму, «Эх, ага», сказал ему, «Авраму, не Аврааму, а Аврааму, пойди из земли твоей». Но на еврите, слово, которое мы говорим на прошлой неделе, «Лех, аха», а какое значение «Лех» означает «иди»? Это лишнее слово «Леха», «сам». Если вы это слышали на прошлой неделе, «Леха», эта заповедь, когда она добавляется, то это подтверждает или приносит это спокойствие. Авраам уже старый, ему уже ближе к 100, и вне 75. И потом, внезапно, Бог говорит Аврааму, «Готовь ли ты для начала своей жизни? Возьми все, что ты имеешь, иди». Да, это трудно для любого человека. И Бог говорит, «Леха». На английском не находится. Это он ложит твою руку на его плечо. Вот, слегай, он его успокаивает, говорит, «Иди, доверяйся мне». Не делайте ошибку. Это находится много раз в Библии. Когда очень какое-то великое повеление от Бога к человеку. Он делает, Бог делает, чтобы человек все понял. В другой части, Бог говорит Аврааму, «Возьми своего сына, одного сына, того, которого ты любишь». «Окей, я понял, возьми Исаака». Нет ошибок, когда Бог говорит, «Иди со...» Я не читаю по-английски, я делаю свой перевод. «Одробь со твоего, родства твоего, из дома, са твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ. И благословю тебя, и возвеличу имя твое. И будешь ты благословение. И благословляю благословящий тебя, и за злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Вы помните, Лот – это сын его брата. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Саару, жену своего, Лота, сына брата своего, все имения, которые они приобрели, всех людей, всех слуг, и все остальное, что принадлежало к нему, всех людей, которые они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю хананскую. И пришли в землю хананскую. Вы помните ханан в прошлой неделе? Ханан – это не позитивное имя. Эти люди ханана – это означает сдаться. Это что произошло с хананом. Это сын Хама. Он должен сдаться. Но это земля, где люди присутствуют. И прошел Авраам по земле, сей до места Сихема. Это находится возле воды. Римляне назвали это Наблос. Есть люди, которые все сам живут. И это очень важное место. Есть две горы. Один с одной стороны горы, и с другой стороны. Одна из них – гора Бласовения, и другая – гора Проклятия. Очень важные места в Дубровом море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, это первое обещание. Он сказал, иди в землю, которую я тебе показал. И сказал, потом, что твоему отдам я землю сию. И сказал он, дам жертвенник Господу, который явился ему. Авраам увидел Бога. Я думаю, мне кажется, это первый раз, когда он увидел Бога. Это когда Господь ему явился к человеку. Никто перед ним не видел его. Даже Ной, хотя говорил с Богом, он его не видел. Итак, Бог дает обещание Аврааму, что я дам это землю твоему. И это связь между евреями к этой земле, которая принадлежит к ним. Но другие сыновья Авраам говорят, что нет, это к ним принадлежит. И это поэтому есть борьба. Но мы видим дальше, это который сравнение Аврааму, к какому семье. И оттуда двинулся он горе на восток в Вифиле и поставил шатер свой. Так что от него в Вифиле был на запад. Ага, на восток. И сказал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И призвал имя Господа. Мы не знаем, какое имя точно имя он использовал. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И это слово юг. Это где-то большой атака Хамаса произошел. И так у него к югу. И был голод в той земле. Да. Большой голод. И сошел Авраам в Египет. Когда идете на юг, вы идете на низ. Север, это позитивно. Это вверх, это ты идешь вверх. А как они знали, что север это вверх, а юг на низ. Если есть картина мира, может, они это видели и сказали, это вверх, это вниз. И сошел Авраам в Египет. Он сошел или пошел вниз. Потому что усилился голод земле той. когда же он прибежался к Египту, то сказал Саре жене своей, вот, я знаю, что ты женщина прекрасного вида. Тут это очень стыдная история. Сколько было Саре в это время? И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его и убьют меня, а тебя оставят живых. Потому что ты такая красивая. Это не написано в Холливуде о красоте и силе этой красоты. Авраам сказал, что меня убьют и потом тебя заберут. Скажи, что я тебя упрошаю, я тебя прошу. В других местах Библии это переводится я умоляю, пожалуйста, скажи, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через себя. И было, когда пришел Авраам Египет, и бляне увидели, она женщина весьма красива. И увидели ее и вели мужа фароновы и похвалили ее фарону. Взято была она в дом фаронов. так она жила у фараона. И Авраам было хорошо ради его, был у него мелкий крупный скот и ослы, и рабы, и рабыни, и лошадки, верблюды. Но теперь Бог наказывает фараона, поразил тяжкими ударами фараона и до его за то, что он сделал. И как он знает, что это происходит? Потому следующее, что мы читаем, и призвал фараона Авраама и сказал, что ты сделал со мной? Для чего он не сказал мне, что она жена твоя? Как он узнал, что это наказание из-за него? Но он как-то узнал? для чего ты сказал? Она сестра моя, и я взял бы ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми, возьми и пойди. Это очень четко. Возьми и пойди. Это очень просто просто в другом контексте. первый стих этой главе. Лех леха. Иди. Очень спокойно. Иди. Это землю, который тебе показал. А теперь почти перед последним всего. Ках лех. Возьми и пойди. Он не успокаивает. Он говорит, уйди, чтобы не было меньше проблем. Уйди сразу. дал о нем фараон повеление к людям и проводили жену его и все, что у него было. Итак, они все оставили то, что принадлежало к нему. И мне надо вам объяснить про наследие. это слово богат в Библии. Вы знаете, что это слово богат в Библии? ковет. Ковет тяжелое. Тяжелое с чем? Не большой живот, но тяжелое из-за золота и других драгоценностей и рабов и всего остального. Это слово ковет это богатый ковет какое слово для уважения ковет это очень похожее слово. Уважение это очень похоже как богатство. Итак, мы недалеко от этого. Если что-то не настоящее, но очень мало поменялось в нашей перспективе как общество. 13 глава и поднялся. Первый он сошел в юг, а теперь поднялся на север, как они знали, как они решили, что идти вверх это север, а вниз это юг. Это очень странно. Не везде, но в многих городах юг южный царь не так продвинутый, не так богатый, чем северная часть. Например, Чалавив. Северный Чалавив это где те умные люди живут, а южная часть это негативно. те, которые им трудно. Это правда в многих городах. Я не знаю, причина для этого. Это означает, что это в каждом городе, но южная часть в основном меньше, не такая богатая. так он сошел и потом поднялся. Есть это значение между идти вверх и идти вниз. Я подотклю вас и пастора Марк. Я его спросил, он говорит, я не против. Мне кажется, вы найдете ответ для этого, но я не нашел. И поднялся Авраам в Египте. Сам жил его. Все, что у него было, второй стих. И был Авраам очень богат. Кавет с котом и серебром и золотом. Это было тяжелое. И также у него было уважение. Авраам его уважали. И предложил он переуходы свои языки. Это я не читаю по-английски. Он приходит от Негева, это с юга до Вифилия, это северная часть. Это место, где прежде был шатер между Вифилием и Межугаем. Это место жертвенько. Это жертвенько, которое он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. Он призывает своего отца. Это связь между Авраамом и отцом. Это евреи. Теперь эти отношения улучшаются в этот день, в этой главе. И у Лота, который ходил с Авраамом, он племянник, сын брата, также был мелкий и крупный скот из шатры. И непоместительна была земля для них. На евреи это насад. Это означает поднять. Земля не могла их поднять вместе. Они не могли ходить по этой земле вместе. Это что вы это представили. Чтобы жить вместе, ибо имущество было так велико, что они могли жить вместе. Потому что их имущество было такое велико, что они могли жить вместе. Вы конечно понимаете, дети много имущества. Если это компетенция, может одной земле надеться Америку и Китая. Нет, будет борьба, потому что земля не может выдержать две такой великие силы. Если есть слабая одна сильная другая слабая, из этого земля может отнести. И был спор между пазухами Скотта Авраама и между пазухами Скотта Лотова. И Гананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будем раздором между мною и тобою, между пазухами моими и пазухами твоими, ибо мы родственники. Не всели земля при тобой, а делись же от меня. справа, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестную Съеданскую, что она прежде, нежели Себел. Это земля была наполнена водой. Но вся местность, это удивительно, он пришел от город Содом. Вы можете прочитать всему. Содома и Гоморре. Мы знаем, что сейчас никто не живет. Это пустыня, там ничего не находится. И есть что-то нам непонятно. Говорят, что она орошается водой, она прекрасна, там много плодов. Я это себе забираю. И это было прежде, нежели срабил Господь Содом и Гоморру, как Содом и Гоморру, как земля египетская. Это очень богатая земля, и он ее избрал. избрал себе лот всю окрестность ирданскую и двинулся лот к востоку и отделились они друг от друга. И он отделился от своего брата. Афраам стал жить на земле Ганадской. Он лоджил в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. жители же Содомские были злые и весьма грешные пред Господа. И сказал Господь Аврааму, после как лот отделился от него, «Возведи очи твои смеса». Пожалуйста, по-английски, «Возведи очи твои». Они неправильно перелили это слово. В Библию много раз когда-то слово «На». Четырнадцатого стиху. «На». «Возведи очи твои». Четырнадцатого стиху. «Возведи свои очи». Погнезд написано «Сейчас». Но на вреде говорит «Пожалуйста, пожалуйста, возведи очи твои из места, на которое ты теперь посмотри к северу, к югу, и к востоку, и к западу». И вот второе обещание. «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потом все твое навеки». Не до какого-то времени, которое когда-то закончится, но навеки. Это навсегда. И потом углубляется это обещание «И сделай потом все твое как песок земной». «Вау!» Это индивидуально, как песок земной. Если кто может сочетать песок земной, то и потом сочетано будет. Это будет следующий стих, это песня с него сделали. «Встань, пройди по земле сей в широту ее, ибо я тебе дам ее». Это прекрасная песня на еврейте. Это очень красивая песня. «Йорам Горон» Поют ее, но также другие люди. «И это последний стих, и двинул в рам шатер, и пошел, и поселился у добровой мэре, что евреоня, и сказал там жертвник Господу». Это другое место, где он строит жертвник. Теперь мы на 14-й главе. «И было во дне Амрафела царя Сенарского Арио царя Елосарского Кедолар Мера царя Елламского. Мы думаем, что это народы. Идет царь и потом Еллам. Это просто имя Горим, не просто народ. Следующий стих. «Пошли они войной против Беры, царя Сатомского, против Бирши, царя Гоморского». Против Бирши, царя Гоморского. Эти два имени. Помните, на прошлой неделе мы говорили, что имена Библии? Это не случайность. У них есть значение. Когда мы смотрим на царя Сатомского, Беры, по-английски это ничего не означает. «Ра» означает злой, нечестивый. Это Геона уже называет нечестивым. А как называется царь Гоморы? Бирши, Раша, это тоже жестокий или несправедливый. «Бет» в начале, «Раша» это нечестивый. «Раша» царя Адми, «Раша» и «Раша» царя Севоимского и против царя Белы. «Белы» отоврит «плохо». Мы говорили об этом на прошлой неделе. «Белла» это часть этого имени «Валла», который был нанят, чтобы прокляти Израиль». Означает говорить «плохо». Мы достойно жестокий или несправедливый мы встречаем эту стиху. Все означают, что плохое и негативное. Все соединились в долине «Сидим», где ныне море соленое. «Сидим». местность, которую Лот себе избрал. Содом очень близко к этому морю. 12 лет были они по обещанию и у Кедлор Мера в 13 году возмутились. Они восстали в 13 год. Может, они наконец-то были успешны в 13 году. В 14 году пришел Кедал Мер и цари, которые с ним и что они сделали? И поразил Кого? Рефаимов, Аштеров, Карнаеми, Зузимов, Гаме, Гаме, Эминов, Шаве, Кирифане. Кириафаиме. Это все были начали сыновья Божьи. Это были нефилимы. Есть еще один, который здесь не упоминается. Замзуми. Когда вы слышите З, это звук от пчелы. Это звучит, как это звук пчелы. Рефаимы в старом евреи. Это то, что нереально. Это дух. Но были люди в то время, которые жили в этой земле. Но как они могли жить на этой земле? Что произошло здесь? Перед потопом они женились на этих дочерей человека. И потом Бог все истребил, кроме иной. Так как они опять находятся на земле? Ибо если их Бог всех истребил, может было еще на посещении, и может они пришли откуда. Но они опять живут на этой земле. Но они здесь присутствуют. Игорьев в горе 6-й сих в горе Исаира доел фарана, что при пустыне. И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мешпад, это источник суда, который есть Кадес, и поразил всю страну Маликатяна, и также Амариев. Продолжаем. Я не чувствую много времени провести на этом. И вышли царь Содомский, царь Гамори, это очень жестокие, нечестивые люди, царь Адмы, царь Сеимской, и вступили в сражение с ними в долину Сидим. Это возле этого Мертвого моря. Итак, они воюют с Кедол Ла Миром, царем Еламским, Федалом, царем Каимским, Амрафелом, царем Синаарским, Рагимом, царем Эл-Асельским. Есть эта война между царем Содома и Гамори и другими царями. Вот описание, которое очень интересное, потому что это уже была свяная земля. А в долине же Сидим было много смолен ям, что мы сейчас находим. Это Софер. Но когда что-то все произошло, что там что-то нюклеерное произошло, что все срабило. И цари Содомской и Гамори, обратившись в бедство, они начали бежать и упали там. так их победили. А саней убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гаморы и весь запас их. И ушли. кто? Кто? Конечно, кедал миром и другие царя, и те, которые остались, убежали в горы Самаре. Дальше мы читаем, это Голам, это населедная страна. Взяли лота, его забрали, живущий в Содоме, и мужи своего и ушли. И пришли один и все, что принадлежало к нему, они забрали, живущие в Содоме. Все, что жило в Содоме, они забрали. И пришел один из уцелевших, палит, это уцелевший, известил Авраам Аврааму еврея. Его же описывают его как еврея. Мы раньше это не слышали. Это первый раз, когда это слово упоминается. Первый раз. Теперь он еврейский человек, живущий тогда у доброго мамри. Авраам 14 Авраам услышал, что сродник его взят в плен. Это называют его как брата. не племяньком, а братом. Прожил рабов своих, рожденных в доме его. И преследовал до Дана. Это возле Сирии и Ливана. Это сверху Израиля. Туда он идет народ. И разделившись на них ночью. Сам раб его и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, 16 и восстанавливал все имущество и лота, сродника своего, и имущество его возвратил также женщин и народ. Когда он возвращался после поражения, потом опять читаем царь Содомский, хотя его уже поразили. Царь Содомский вышел его на встречу, когда он возвращался после поражения Кедор-Ла-Мера. в долине Шави. Это в долине Царской. Мельхи Содек. Это первый раз, когда мы слышим о нем. Это не случайно, что мы это читаем. Это царь праведности. Мой царь праведности. И очень важное слово, которое многое спрятано, но они находятся в этой главе. Это связывает Израиль к его земле и к его местам, где Господь жил. Близко следите. Он был царь Салимский. Это Шалем. Яру Шалем. Яру Салим. Мельхи Содек. Он царь Салима, который потом стал Ярусалимом. И он был священник Бога Всевышнего. Сколько из них мы знаем? Он священник Бога Всевышнего. И бласовил Его. Кто кого бласовил? И бласовил Его. Кто бласовил Его? Кто есть кто? Бласовил Его? И сказал Бласовен Авраам. Так кто здесь говорит Мелкиседек. Бласовен Авраам от Бога Всевышнего Владыка Неба и Земли. Он написывает Богом. двадцатый стих и бласовен Бог Всевышний который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть всего. Кто дал кому? Что вы поняли из этого? И оно звучит Мелкиседек дает Аврааму десятую часть его. Может чуть звучит как это? Как мы знаем. Даже не влите трудно понять. Дал ему десятую часть. Что здесь понятно? Так кто дал десятую часть? Авраам мельси гадеку? А почему мы думаем что он дал мельси гадеку? Но евреи не Но евреи не написано. Кто здесь говорил? Благодаря Бог свыше, который предал врагов твоих в руки твои. И по контексту звучит как Мелкиседек дал Аврааму дал ему если была запятая но на английском но по евреи нет точек или и но почти как звучит Мелкиседек дал Аврааму десятую часть. Я знаю что дойдет против что мы часто слышим но я говорю по контексту но как-то звучит странно мы хотим поверить если мы все принимаем то что нас учили и мы не спрашиваем себя подумать и не читать этот текст то у нас есть большие проблемы да может это что-то здесь отличает но в контексте оно звучит по-другому и тогда у нас есть перемена и мы поговорим это дальше это связано с Алшедай почему Алшедай называется Алшедай может когда-то вы не думали если вы это раньше не читали мы сделаем перемену и потом возвратимся итак давайте помолимся от наших честных царь мы также благодарим за твое слово мы просим чтобы все семя твоего слова попало на эту добрую землю пусть наши сердца не имеют эти камни или сорняки я прошу это слово которое Дени учил через себя что направлял нашу жизнь чтобы мы не ушли с этого места не обращенными я прошу чтобы мы изменились чтобы мы стали другими людьми я прошу и молюсь за те которые смотрят нас вокруг мира и мы просим чтобы область не было над ними и те здесь присутствуют мы всем хотим быть этим светом в этом мире мы хотим оставить наши короны у твоих ног не как мы исполнили свое слово но как мы исполнили твое слово как мы распространяли твое царство в этом мире и так я благодарю тебя за те которые дают здесь и вокруг мира чтобы приносить этот свет всем народом мы благодарим тебя вместе благослови ты господь наш бог создатель и царь вселенной ты благослови нас торой твоей правды ты благослови нас всем советом твоего живого слова через силу своего духа святого через оконченное дело миссии ишуэ ты один посадил между нами вечную жизнь благослови ты господь наш бог можете пойти на перемену и потом будет просовление чтобы у Дэни было больше времени итак мы хотим чтобы Дэни поделился своей мудростью я хочу сказать одно слово были те которые говорили во время перемены и говорили об этом слове маленькие но это большая война но есть еще одна война которая происходит сейчас очень либеральная мнение людей я видел рекламу это маленькая это мама которая наказывает своего ребенка за обман показывает говорила что так много обманывают ты будешь когда-то новостях рассказывать новости но есть информация это неправильная информация которая всегда меняется и это все прячется над этим термином это правами людей и это разные обманы есть это слово которое мы не любим говорить но это говорит это те которые все верят это те которые это ненависть евреям это новая волна против евреев я не могу сказать после холокоста мы не можем говорить ничего против евреев потому что это неправильно и так они не могут видеть то что по-настоящему происходит это новая волна против евреев по-иде они говорят что они против Израиля не просто евреев это новая волна против евреев и это должно быть запрата ума людей я не знаю что вы думаете но я горжусь то что Соединенные Штаты говорят мы слышим как они отвечают этим еврейским те которые в новости говорят что есть неправильно они говорят что неправильно это так важно чтобы Соединенные Штаты дали 80% где-то 100 народов в этом собрании сказали что они против Израиля за то что они обижают палестинцев это враги Божьи потому что если даже упоминать об этом холокосе холокос это неправильное слово холокос это жертвы которые Бог желает холокос это жертвы которые Бог желает но что случилось с нацистами и с Хамасом и те которые его поддерживают 7 октября это не холокос это шуар это большая война чем просто холокост но вы пришли тут для цели и давайте продолжим я буду говорить что-то больше рад да это трудно особенно потому что что происходит сейчас в Израиле да мы видим эти два значения два раза как делать ту же самую вещь и мы можем знать точно потому что некоторые очень уверены о чем что они думают очень легко попасть по ошибку я не хочу сказать что я сказал точно что правда или то что я думаю но очень часто оно пересказано там Мелькизадек говорит он бласовят Авраама и говорит бласовят Бог Всевышний который предал врагов твоих в руки твои он говорит Аврааму дал ему десятую часть из всего кто он и это продолжает то же самое тема Мелькизадек да но непонятно почему это непонятно потому что тысячи лет мы учили что Мелькизадек что Авраам дал эту десятину Мелькизадек но мы читаем дал ему эта мысль продолжается он бласовляет потом дает мне кажется что это Мелькизадек дал но кто я точно мы не можем сказать кто самый главный герой в этой истории конечно в теологии верующих Мелькизадек это самый важный человек его сравнивают с Христом но кто важный герой и кто эта история об Авраам Мелькизадек это просто первый священник было много первосвященников в Библии но это история об Авраам это что Бог избрал это первого человека который Бог избрал это земля будет твоя он назвал их евреями это большое обещание Бога и так понятно поэтому мы не можем сказать без сомнения что это Мелькизадек дал десятину Аврааму и так дальше продолжаем и сказал царь Содомский Аврааму а дай мне людей людей появите души а имение возьми себе Авраам пошел на эту войну где царь Содомский был побежден они забрали людей забрали землю забрали эти души людей и это он побежден и он приходит Аврааму и говорит дай этот нечестивый царь приходит Аврааму и говорит дай мне души Авраам сказал царю Абраам Содомскому поднимай руку мою к Господу Богу Всевышнему Владыке неба и земли что даже нитки и ремня от обуви не возьму всего твоего чтобы ты не сказал я обогатил Авраама я не нуждаюсь чтобы ты дал мне эти вещи я не нуждаюсь в этом кроме того что съели отраки это те которые боролись и кроме доли принадлежащей людям которые ходили со мною пусть они возьмут свою часть Анер Эшкол и Мамри пусть возьмут свою долю те которые воевали Хай возьмут часть этой земли я не нуждаю чтобы ты обогащал меня это очень храбрые слова это его Бог избрал и он он важный принцип он говорит я не нуждаю себе я не хочу чтобы ты сказал что ты меня сделал богатым следующая глава после всех происшествий было слово Господа к Авраму в ведении и сказано не бойся Аврам я твой шит награда твоя весьма велика Аврам сказал владыка господи что ты дашь мне он спрашивает я союз бездетный распорядитель в доме моем этот Элизар из-за маска и голоса Господа к нему сказано не будет он твоим наследником но тот кто произойдет исчез твоих будет твоим наследником и вот это первый экзамен и вывел его вон и сказал это вечером когда уже темно на улице посмотри на небо и сосчитай звезды если ты можешь счесть их и сказал ему столько будет у тебя потомков перед тем это был песок который на земле так будет твое семя теперь посчитай звезды на небе и это будут твои семя но это очень интересная линия шестой стих Аврам поверил Господу Аврам поверил обещание что тебе будет такое великое потомство как звезды он поверил в этом и не имел ему это праведность это Бог Бог сказал да он поверил он справедливый человек и сказал ему это Бог говорит я Господь который вывел тебя из ура халдейского чтобы дать тебе землю с ее во владение опять и опять земля семя потомство а что произошло с Аврамом который поверил теперь он не верит он сказал владыка Господи почему мне знать что я буду владеть ею минуту назад он поверил и назван праведным а теперь ты сомневаешься он говорит да это хорошо но мне надо доказательства что-то показывает что-то произойдет ему нужны доказательства доказательства он не видит Господу и это процесс праведности это не то что одну секунду происходит и все теперь у него есть сомнения господь сказал ему возьми мне трехлетнюю телецу козу потом овна горлицу и голубя и это была тема о которой я должен был повредить с Марком были те которые сказали что они услышали о чем мы говорили это очень интересно на английском вы это не прочитаете и когда заходило солнце когда при захождении солнца крепкий сон напал на Авраама и вот напал на него ужас и мрак великий никакие проблемы по-английски но большие проблемы на иврите но иврите мы читаем и когда солнце пришло надо подумать о сегодня и в то время я не говорю о тех которые думают что земля плоская подумайте подумайте о том как вы думаете вы где-то стоите 3 часа дня и вы ждете и потом что происходит 6 7 солнце что надо делать заходит мы не знаем с какой стороны оно приходит но с юга откуда оно идет с запада что это какое-то с востока это с ориент и это от кого мы получаем слово ориентация а что там слово это свет вначале мы читаем бос солдат будет свет и потом ориент получил этого слова которое означает свет это свет это с какой стороны с востока мы знаем мы не будем об этом ссориться потому что мы знаем что с востока приходит но на иврите мы читаем и когда солнце пришло крепкий сон напал на врама и потом был этот мрак когда солнце пришло тогда была темнота так я проверил что другие писания в ряд может это какая-то ошибка нет 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 ошибок в библии утром вы у вас нет этого потому что я только утром нашел я знал что это важно так это утро я проверил почему почему посему ночь будет вам вместо ведения тьма вместо предвещаний зайдет солнце над порогами и потемнеет день над ними но на еврейте на еврейте солнце придет на пророков придет на пророков когда солнце придет тогда темнота как это происходит что происходит на еврейте может какие-то Неправильно по-еврите, только английский. Солнце пришло, и стала темнота. И наши стихи. И солнце пришло, и потом этот сон был над Авраамом. Если это темнота, где, кто говорит о том, что когда солнце приходит, тогда темнота. Это не затмение, и потом темнота. Итак, я подумал, давайте проверим Новый Завет. Марка, 1 глава, 32 стих. Здесь четко написано. При наступлении же вечера, при наступлении же вечера, когда заходило солнце на еврите, после того, как солнце пришло, это больше понятно. Почему к нам зашло? Почему говорится, когда пришло солнце? Еще 12-14 часов от того, как солнце зашло, и потом темнота. И почему, когда зашло или пришло солнце? Я говорю вам что-то интересное про солнце. Иногда по еврите есть слово, которое означает женский и мужской род. Это просто решено предвременем. Каждое имя существует или женский род, или мужской род. Но есть некоторые слова. Очень мало слов. Может, 10-15, которые действуют очень странно. Они и женский, и мужской род. Некоторые слова. Одно из них – солнце. Шемеш – это женский и мужской род. Мы видим стихи Библии в Исаии, где иногда оно используется в женском роде, а иногда в мужском. Ував Шемеш, который мы здесь читаем, и солнце зашло или пришло – это женский род. А в других местах – это мужской род. Это в Исаии мы читаем, и там используется мужской род. Знаете, какое еще слово мужской и женский род? Руах. Это дух. Дух – это мужской и женский род. И это очень интересно. Возвращаемся. Мы возвращаемся к этому концу этого служения. Марка, 1 глава, 32 стих. И Мигея, Мигея, 3,6. Опять солнце зашло, и была темнота. Возвращаемся к нашей главе. И сказал Господь Аврааму, «Знай, обещание, обещание. Знай, что потомки твои будут пришельцами земли не своей. Знай, без сомнения, что потомки твои будут пришельцами земли не своей. И поработать их, и будут угнетать их четыреста лет». Конечно, это говорится, когда они были в рабстве в Египте. Но я произведу суд над народом, которого не будут про обещания. Этот разговор, который я имел. Хотя это очень несправедливо в очах Божьих. Он потом будет судить об этом. Да, что-то неприятное. Авраам обманывает, и даже готов продать почти свою жену, чтобы спасти свою жизнь. Но ты скажешь, что ты моя сестра, и потом я буду спасен, у меня будут бенефиты. Но он отдает свою жену. Она не идет к фараону, чтобы петь песни. Она идет к фараону, как жена. И это почему Бог наказывает фараона этими наказаниями. И так, что негативно происходит, когда мы специально грешим. Некоторые спрашивают, «Ашуар, Холокост, как это могло произойти с Израилем? Многие потеряли свою веру из-за того, что нацисты сделали. Во время мы молились, мы очищали свое сердце. Как это могло произойти? Как мог Бог это допустить? Мы не можем объяснить. Мы не знаем, как это все работает. Но будет наказание. Да, Бог наказывает. Есть последствия. Хотя Бог позволяет им делать, что они хотят, потом Он наказывает. что очень важно, что ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погреблен старой седар доброй. Это большое обещание. В четвертом роде, возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Амареев до сели еще не наполнилась. На еврейском мы чаем Амареев. 17-й сих. Опять говорится солнце. Бааа. Это очень понятно. Солнце пришло или зашло. И на еврейском, когда солнце пришло, и наступила тьма, солнце пришло, и потом тема на салон. Второй раз в одной главе. В 17-м стиху. Вот солнце пришло, и потом наступила тьма. 18-й сих. Этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомцу твоему даю я землю сию от Египетска до великой реки реки Ефрата». И она говорит о других народах. 16-я глава. «Но Сара, жена Авраама, не рожала ему. У нее была сужанка египтянка именем Агарь, по-английски Хейгар. И сказал цару Аврааму, «Вот, Господь заключил джебо мое, чтобы мне не рождать. Я очень прошу, войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее. И она говорит, что этот ребенок будет мой гаде, это Агарь родит». Авраам послушался слов Сары. Взяла Сара, жена Авраамова, служанку своей, египтянку Агарь, после чтения десяти лет пребывания Авраама в земле Агнанской и дала ее Аврааму, мужу своему, жену. Он в... Иша опять встречается в два раза. Один раз Иша это ее муж. Иш это муж. Два раза используется это слово Иша. Иша Иша есть разница. Ишах первый раз означает это муж, а Иша это жена. Потому что они могут так кричать. Но они написаны почти по-то же самому. Так ее муж и жена ее муж и жена это то же самое слово. Но надо его произносить чуть-чуть по-другому. Дала Агар Аврааму как жена. Авраам Иша Ло Иша ее муж и жена. Это мы сейчас на иврите. И она начала увидев что она стала презирать госпожу свою. Она начала думать что она выше Сары потому что теперь у нее есть ребенок. И так она думала что она важнее в глазах Авраама сказала Сары Аврааму видимо ей ты виновен. Я отдала служанку мою в недр твое. Она увидела что сначала стала презирать меня. Господь пусть будет судей между мной и между тобою. Она очень расследилась на Гаре. Авраам сказал Саре вот служанка твоя в твоих руках делай что угодно и Сара стала притеснять ее. Начала издеваться на нее. Если мы это зависть то это производит это ужасное. Наша жизнь была намного легче если не было ненавистили зависти. Почему мы завидуем? Мы хотим все что у других есть. Старый Рави много лет назад сказал мы все хотим для себя забрать. Когда человек приходит в мир их у ребенка его руки он говорит я все себе возьму. Он очень счастлив когда человек умирает их рука открывается. вот Бог я ничего не взял от тебя оно здесь все остается я хочу все забрать а в конце я ничего не беру это все здесь принадлежит тебе зависть нашел ее ангел господин у источника воды пустыня у источника на дороге к суру сказал ей Агар служанка Сарина откуда ты пришла и куда идешь что происходит почему ты здесь находишься она сказала я бегу от лица Сары госпожи моей ангел господин сказал ей возвращайся к госпоже своей и покорись ей повиновайся ей будь послушна да пусть она обижает тебя но она также получает обещание и сказал ей ангел господин умножай умножу потомство твое так что нельзя будет исчезти его от множества то же самое обещание которое Авраам приобрел от Бога 5 минут осталось вы получили этот листок Алшедай давайте закончим этим может быть как-то стыдно для некоторых из нас дания это еврит многие места когда используется это слово Алшедай приводится как Бог Всевышний это что вы слышите об Алшеда это Бог Всевышний но Алшедай нет ничего не имеет ввиду с Богом Всевышним помните что это имя существительное означает есть или муж или женский род это происходит из слова шад это означает грудь это кормит кормит и забудет кем-то и это находится в моей книге много откровений которые мы встречаем в английской Библии Алшедай означает пару раз в Библии и каждый раз когда оно получает мы видим его это когда заботится о чем-то кормит что-то это еще одна характеристика Бога это Он кто заботится Он тот кто питает это не просто совпадение это в нашей главе часть Торы Аврааму было 99 лет и Господь явился Аврааму и сказал ему Я Бог Всемогущий Нет Я тот тот заботюсь я тот кто питаю я что кормлю я то что позволяет чтобы умножалось если вам это приятно или неприятно это еще одна часть Бога что Он питает что Он заботится и это есть какие-то женские чувства которые связаны с ним ходи предо мной и будь непорочен и поставлю завет между мной и тобою и весьма весьма размножу тебя кто носит ременка женщины это мати и очень часто оно опять появляется в Библии это связь с Алшедай это но что очень интересно перед тем как я закончу мы говорили что имя существительное имя и мужской и женский род это не связано это не какое-то мнение это факт все части тела которые две пары глаза уши руки почки все они все кроме одного все они женский род большие уши красивые руки когда когда вы их описываете это всегда женский женский род то что есть две части это женское кроме одной части тела которые которые не женский род но мужской род вообще-то это грудь это одно слово которое есть две из них но мужской род но проверьте это для себя идите к профессорам и спросите их это факт это одно слово часть тела которое двойное но это мужской род это грудь то что кормит питает значение этого слова ал-шадай это служение которое пастор марк и другие люди которые делают и это учение марка это или кто повлиял на это имя случайно это церковь это служение которое кормит питает ваши души тело информацией те которые не имеют брата или сестры которые положены на них скажите своим детям своим родственникам друзьям смотрите это служение потому что это подарок народа и ал-шадай это подарок народам какое великое благословение не было бы хорошо иметь что он назад возвратился мы любим его откровения он эксперт когда в еврейском языке я вам рекомендую чтобы вы приобрели эту книгу у него столько объяснений его сайт называется Hebrew цифра 1 и оттуда вы можете приобрести свой материал давайте встанем давайте закончим молитвы и потом надо будет передвинуть чтобы было это собрание воспоминание как Бог повелел Аарону чтобы он благословлял народа я не только их благословлю но так же поставлю свое имя на них это напоминает мне как антихрист хочет поставить просто цифру но Бог нас видит как сыновья и дочери но Бог хочет поставить свое имя на нас и это очень прекрасно и это что он сказал им говорить да благослови тебя Господь и сохрани тебя да призрит на тебя Господь светлым мир сам своим и помилуй тебя да обретит Господь лица своего на тебя и даст тебе мир это самое прекрасное имя аминь спасибо увидим вас вскоре